Готов ли ты отправиться в загадочное путешествие во времени, которое никогда не забудешь? Фотографии стали неотъемлемой частью нашей современной жизни. Быстрый щелчок мобильного телефона и момент запечатлён навечно. Однако с течением времени появились и такие снимки, от которых у нас по спине бегут мурашки. Как может быть, что сфотографирован человек, который на самом деле давно мёртв? Что делает астронавт на семейной прогулке? И самое главное, какое отношение эта женщина имеет к убийству Джона Кеннеди? 22 ноября 1963 года навсегда изменило мир. В то время президент США Джон Кеннеди находился в Далласе, чтобы агитировать за голоса избирателей и собирать пожертвования на предвыборную кампанию. Когда Кеннеди сидел в открытом автомобиле вместе с женой Жаклин, губернатором Джоном Коннелли и его женой Нелли, телохранителем и водителем, Коннелли обратился к могущественному государственному деятелю в хорошем расположении духа. На тёплые слова «Господин президент, вы не можете сказать, что Даллас вас не любит?» Кеннеди ответил «Нет, вы точно не можете этого сказать». Это была последняя фраза, произнесённая главой государства Соединённых Штатов. Несколько мгновений спустя в Кеннеди попали две пули, и вскоре он скончался от тяжёлых ранений. Впоследствии Ли Харви Освальд был арестован как единственный подозреваемый и через два дня убит Джеком Руби. Однако это преступление и сегодня вызывает множество вопросов. Действительно ли предполагаемый убийца действовал в одиночку? Фотография, на которой изображена так называемая «бабушка-леди», ставит под большое сомнение официальную версию. Это неизвестная женщина в головном платке, которую сфотографировали на площади Дили в Далласе. Особенно озадачивая то, что эта явно пожилая дама также запечатлела драматические события на камеру и проявила необъяснимое спокойствие. По сей день самые дикие легенды окружают даму-бабушку и её роль в убийстве Джона Кеннеди. Но её больше никогда не видели. Как этот мертвец попал в кадр? Представь, что тебя хоронят, но ты не исчезаешь. На следующем снимке мы видим групповую фотографию времён Первой мировой войны. Однако на ней же мы видим человека, которого вообще не должно было быть на снимке, ведь он был похоронен в день снимка. Если верить захватывающим слухам, теневое лицо на заднем плане – это некий Фредди Джексон. Говорят, что он работал механиком в королевских ВВС и был случайно убит пропеллером самолёта за два дня до того, как была сделана фотография. Подделка, ошибка изображения или доказательство того, что в этой сессии иногда важнее путешествия в загробный мир? Сообщи нам свои мысли по поводу этого загадочного снимка в комментариях. Этот загадочный астронавт вызывает беспокойство. 23 мая 1964 года выдался великолепный солнечно-весенний день, поэтому Джим Темплтон взял свою жену и двух дочерей и отправился с ними на Солуэйферд. Будучи заядлым фотографом-любителем, Джим очень хотел запечатлеть эту прогулку на свою зеркальную камеру Кодек, но он должен был не просто запечатлеть пятилетнюю Элизабет в её красивом новом платье. Как видно на более поздней фотографии, позади девочки вдруг появилась очень странная фигура. Мужчина, очевидно, одетый во всё белое, в чём-то вроде шлема астронавта, и ко всему прочему казалось, что он парит. Однако Джон Темплтон поклялся, что в момент съёмки на снимке не было никакого другого человека. И, положа руку на сердце, человек, одетый так странно, сразу бы бросился в глаза членам семьи. После того, как эта история получила широкую огласку, полиция, специалисты Кодек взялись за разгадку тайны астронавта и Солуэйферда. Безуспешно. Единственное, что они могли сказать наверняка, это то, что фотография не была подделкой. Самая жуткая фотобомба в мире. История гласит, что семья Куперов из Техаса купила старый дом где-то в 1150-х годах. В первые же вечера их пребывания там отец сфотографировал мать и бабушку, позирующих с двумя детьми за обеденным столом. Все были вне себя от радости и ухмылялись, но улыбки тут же исчезли с их лиц, когда они взглянули на проявленную фотографию. К своему ужасу Куперы поняли, что на снимке изображено теневое тело, погружающееся вниз головой. Может быть, это беспокойная душа предыдущего владельца? И снова возникает вопрос, может ли эта невероятная история действительно быть правдой? Поскольку происхождение фотографии проследить невозможно, остается много места для спекуляций. На этой фотографии изображены два настоящих призрака. В январе 1925 года Джеймс Кортни и Майкл Миен погибли на борту нефтяного танкера Уотертаун во время кораблекрушения. Но вскоре после этого, как говорят, призраки этих двух мужчин продолжали появляться на борту корабля. Однако перепуганная команда не смогла убедить сухопутчиков в этой страшной истории. Вот почему капитан сфотографировал призраков при следующем их появлении. И вот, пожалуйста, призрачные головы действительно четко выделяются на фото. Однако скептики утверждают, что здесь мы имеем дело с так называемой паридолией, широко распространенным феноменом узнавания знакомых существ и лиц в вещах и узорах. Однако спутники погибших утверждают, что фигуры выглядели в точности, как Кортни и Миен. Ужасающее морское чудовище острова Хук Все, что ты хочешь сделать, это провести расслабленный день на пляже, а в итоге сфотографировать ужасающего монстра. Если говорить подробно, то за этот причудливый снимок 1964 года мы должны благодарить человека по имени Роберт Лесерик, который запечатлел на камеру существо, обитающее на австралийском острове Хук-Айленд. По сути, это зловещее существо имело форму головастика, вот только длина его была не просто несколько сантиметров, а невероятные 25 метров. Хотя тело кажется очень темным, два бледных пятна указывают на то, где расположены глаза существа. Также мы можем видеть похожее пятно у основания хвоста. По мнению Лесерика, это была рана, возможно, нанесенная корабельным винтом. Этот призрак существует уже 300 лет. В Гарри Поттере Серая Леди это домовой призрак Рейвенкло. В реальности же Серая Леди это призрак Леди Дороти Уолпл, которая преследует Рейнхем Холл с 1726 года. Вызывающая мурашки фотография 1936 года доказывает, что эта история ужасов больше, чем просто ужастик. На ней мы видим коричневую леди на лестнице внушительного английского загородного поместья. Согласно легенде, Дороти изменила своему вспыльчивому мужу с другим мужчиной, после чего тот заставил женщину запереться до конца жизни. На протяжении последующих веков ее призрак неоднократно видели, в том числе и король Георг IV, который описывает ее как бледную фигуру со спутанными волосами. Что привело к жутким смертям этих девяти человек? Это изображения, в которых нет и намека на зло. Две женщины, счастливо обнимающие друг друга, и несколько человек, разбивающих лагерь на заснеженном морозном пейзаже. Но внешность обманчива. Фото опустошенных палаток показывают, что у этой истории не должно было быть счастливого конца. На самом деле фотографии раскрывают одно из самых загадочных происшествий всех времен. Катастрофа на перевале Дятлова. После того, как девять лыжных туристов не прибыли в условленное место встречи, родственники участников экспедиции начали поисковую операцию. Спустя некоторое время был найден опустошенный лагерь и безжизненные тела пропавших мужчин. Мы до сих пор точно не знаем, что с ними произошло. Кажется вероятным, что походники вскрыли свою палатку изнутри и бросились наружу. Две жертвы получили переломы черепа, у других были сломаны ребра. Кроме того, одежда некоторых из пострадавших была радиоактивно загрязнена. В итоге, однако, в качестве причины смерти был определён только форс-мажор. Никто не может объяснить эти загадочные огни. С абсолютной уверенностью о хездоленских огнях можно сказать только одно – они есть. Однако никто не знает, какова подоплека этих странных световых явлений в Норвегии. Световые явления появляются в виде круглых, треугольных или неправильных форм и озадачивают исследователей уже более 40 лет. Сейчас есть два варианта подхода к этой загадке. Либо ты ищешь земные объяснения, либо находишь происхождение хездоленских огней в просторах Вселенной. В то время как в определённых кругах, в излучающих структуры, видят внеземные космические корабли, консервативные учёные указывают на теорию электрически заряженных плазменных волн, связанных с сейсмической активностью. Этот спутник наблюдает за нами уже тысячелетия. И раз уж мы заговорили об инопланетянах, таинственный чёрный рыцарь также регулярно занимает центральное место, когда речь заходит о внеземных летающих объектах. Те, кто считают чёрного рыцаря инопланетным спутником, полагают, что он вращается вокруг Земли уже около 13 тысяч лет. Кроме того, говорят, что спутник излучает загадочные радиоволны, которые некий Никола Тесла зарегистрировал во время своих экспериментов в 1899 году. Фотография, которая была сделана в 1998 году в рамках миссии НАСА СТС-88, должна разбудить даже последних сомневающихся. Но действительно ли снимок демонстрирует нам работы высокоразвитой инопланетной цивилизации? Зачем им изучать человечество на протяжении такого длительного периода времени? Могли ли они вообще чему-то научиться у нас, учитывая уровень их технологий? Те, кто мало доверяет истории о чёрном рыцаре, считают более вероятным, что на плёнку просто попало потерянное термоодеяло или другой кусок космического мусора? Не терпится увидеть больше необъяснимых фотографий. Тогда чего ты ждёшь? Жми на подписку прямо сейчас и жди ещё много видео на эту захватывающую тему.